Протеерей Андрей Ткачёв 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 И он вообще не будет мучить себя, чтобы сделать что-то, чтобы сделать что-нибудь великое. Протеерей Андрей Ткачёв Мы скажем, что это? Подождите, что это? Поэтому, зная свои отрицательные черты, человек должен загнать себя в рамки общественной морали. Она у нас христианская. Наша общественная мораль до сих пор несёт на себе сложнейший и священнейший отпечаток христианской нравственности. То есть нужно уступить место старому человеку, почтить старину. Нужно уступить место даме, беременной женщине. Нужно, скажем там, поприветствовать человека. Нужно пособолезновать ему в горе, порадоваться его счастью. То есть это, в принципе, растворённые в морали заповеди. Есть же заповеди там с радующимися – радуйтесь, с плачущими – плачьте. Вот мы пытаемся, хотя сердце наше не плачет ни с кем, допустим, и ни о ком не радуется, эгоистичное наше сердце, и мы это знаем о себе. Но мы заставляем себя делать некие необходимые прописанные знаки внимания. Если это получается легко и естественно – прекрасно. Это то, о чём написано – праведнику закон не лежит. Праведнику не нужен закон. У него и так есть закон. Он знает, что вот здесь нужно помочь, а здесь нужно плакать, а здесь нужно радоваться. Он не перепутает. Но грешнику нужен закон в виде морали, обычаев, привычек и тому подобного. Поэтому там, где мы знаем, что мы нехороши, там нам на помощь приходит всё ещё консервативная, всё ещё христианская, всё ещё человеколюбивая мораль, которая сдерживает нас. И так нельзя. Почему христианская церковь всегда считается консервативной? Потому что она выступает за сдерживание общества в рамках некого принятого евангельского закона, 1-го растворённого в правилах и обычаях. Да, мы консерваторы, конечно, мы сознательно это заявляем. Мы консерваторы. Мы хотим, чтобы небо было вверху, а земля внизу. И не хотим менять их ногами, переворачивать мир дверь тормашками. Не хотим, мы хотим, чтобы дети были невинные, а старики мудрые. Мы не хотим, чтобы дети были развратные, как старики, а старики дурные, как дети. Мы хотим, чтобы всё было консервативно, чтобы всё было правильно. Это – наша функция. То есть она помогает нам, внутри нашего общества, сохранять некий лик или образ приличности, при том, что все мы из себя представляем некое чудовище, запертое в клетке. Неприрученный зверь, человек. Вот ему и нужно, заберите ГАИСу с дороги. Через три дня все завоют. Количество аварий будет таким, что мы будем бояться в такси сесть. То есть будут биться все, и ночью, и днем на всех перекрестках. И через три дня мы завоем и скажем, ГАИ верните, мы больше не можем по улицам ходить. Нужен закон, нужен порядок. Правила дорожного движения, это в принципе правила тоже некие божественные такие. То есть на стоп-сигнал не едь, красный, стой, зеленый, можно. Значит там, уступи дорогу, например. Что такое уступи дорогу? Это моральный принцип. Уступи дорогу. Раз сам не понимаешь, значит тебе знак показывает. В общем, нужны правила. Потому что внутри мы все ужасны. Но не все это знают. Христианство обладает такой страшной силой возвещать человеку неприятные тайны. Она говорит ему, ты ужасен. Но, дальше там запятая, но. Но, значит, как это праленький цветочек там. Если это чудовище поцелует, как бы, да, то оно превращается в принца. То есть это чудовище, должен Бог поцеловать, как бы, потом все будет в порядке. Но, в принципе, изначально мы ужасны, конечно. Это первая ступенька знаний о себе, которая открывается человеку. Поэтому мораль, культура, закон, обычай, они хранят нас от хаоса, который всегда хуже. Чем гадки революции. Они снимают все скрепы с общества. Они снимают все барьеры, все рубежи. И высвобождать древний хаос. И тогда превращается жизнь в страшное нечто. Говорит, закрывайте этажи, нынче будут грабежи. Тогда изнасилование норма. Грабеж норма. Убийство беззащитного норма. Люди сбиваются в стаи, вооружаются до зубов, чтобы просто защититься, чтобы просто спать спокойно. Это революция, любая революция. Будем не прокляты, все вместе. Французская, советская, майданная, все. Потому что это расковывание древнего хаоса, выпускание дьявола наружу. Кто это хоть раз с глазами видел, тот никогда их не благословит. Будет проклинать их, пока живет на свете. Потому что дьявола освобождают изнутри, из подземелья. Именно революционеры. Для своих корыстных целей. Они просто власти хотят. А вместе с ними поднимается из хаоса дьявол. Нам нужен порядок. Нужно спокойно жить. Снять передами шляпу. Уступить старичку место. Говорит, здрасте, как дела? Хорошо, а у вас тоже. До свидания. Это, конечно, некое благое лицемерие, которое гораздо лучше честного хамства. Честным хамом может быть юродивый. Но он покупает себе право хамить всем. Тем, что он не живет под крышей, а спит на паперте. Не ходит в шубе, а ходит голый. Не ходит в сапогах, а ходит босиком. Ест объедки, спит на мусорнике. Только юродивый покупает у Бога право всем говорить правду. Потому что он живет нечеловеческой жизнью. Живи, как он, и говори всем правду. А раз не можешь, тогда смирись и уважай всех. Такая вот интересная тайна социальной жизни. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Анна. Я врач-педиатр. Мама двоих детей. У меня такой вопрос. Как притчу слышала, что женщина умирает, она попадает, попала в рай. И ангел стоит и встречает ее, и спрашивает, кто ты? Она говорит, я мама пятерых детей. Он говорит, нет, кто ты? Она говорит, я жена. Он говорит, нет, скажи, кто ты сама? И вот возникает вопрос, кто мы на самом деле? Как надо правильно? То есть понимание того, что прежде всего я дитя Божье, или кто рядом со мной, я не знаю. Как правильно это понимать? Вы на самом деле подняли грандиозную тему по важности. Потому что человек как функция, да? И человек как сокровенный сердце человек. Я, сокровенное я. Вот это вот то, что вы подняли. Потому что мы, например, в чине погребения у нас есть, а у нас чин погребения составлен, на всякий случай, Иоанном Дамаскиным в 8 веке. То есть эти все стихиры, там эти все подобные. Там пишется, что нет преимущества у раба перед владыкой, или у владыки перед рабом. Царь и воин, богатый и убогий, муж и жена в равном достоинстве. Каждый от своих дел или прославится, или постыдится. Это как цитата из одной из стихер погребальных. То есть цари снимают свои короны, уходя в царство и иное. И там будет стоять царь и воин, богатый, убогий. Там купец и его подмастерье в лавке, какой-нибудь мальчик на посылках. Они будут стоять одинаково перед Богом. То есть функциональные различия снимутся. То есть ты кто? Я директор завода. Это вообще не важно. Кто ты? Или, допустим, я развратный жадина, например. Вот, вот это правильно, да. То есть когда ты будешь каяться в чем-то, то ты будешь каяться в сокровенном. То есть я трусливый гордец, например. Или я тайный обжора. Или я хитрый лукавец. Или я какой-нибудь великий воин. Тайный человеколюбец. Ну, это сам человек про себя такого не скажет, конечно, было бы хамством. Но Бог скажет. Ты ему скажешь, что я развратный гордец. Он говорит, нет, ты мой друг, ты воин. Здесь очень важная одна очень вещь. То есть до конца познать себя человек не может. Тот же Павел пишет. Обетования Божии стоят на неком основании. Оно звучит так. «Познал Господь своих». То есть Господь знает своих. Это почему в апокалипсисе есть такой образ, когда Бог называет людям некие тайные имена. Говорит, каждому дан некий белый камень, на котором написано имя его новое. Которого никто не знает, кроме того, кто получает и кто дает. То есть Бог знает, и ты знаешь. Говорит, вот твое имя новое. И на этом имени будет написано, например, там, скажем там, вот Серафим Саровский, например, он оправдал свое монашеское имя. То есть он горел. Что Серафим – это значит огненный. То есть мы получим некое новое имя, которое Бог... То есть Бог нас назовет новым именем, вполне соответствующим нашему состоянию. Но от нас требуется самопознание. То есть насколько ты понял себя. То есть кто ты, да. То есть я люблю детей, например. Есть люди, которые не имели детей, но всю жизнь их любили. Например, Ролан Быков у нас был такой режиссер, помните? Он всю жизнь мучился, потому что у него не было своих детей. И он с детьми всю жизнь возился. Снимал фильмы для детей, там, да, да, да. Дети, у него в голове вечно были дети. И скорбь о том, что у него их нет, своих. Вот, допустим, он говорит, ты кто? Говорит, я не знаю, кто я такой, но я всю жизнь любил детей. Вот. Или там, я не знаю, кто я такой, но мне было всех жалко. Да. То есть, как бы, там, говорит, правильно, правильно, да. То есть имя тебе, допустим, милостивое, там. Ты получаешь, как бы, новое имя. Ну, не бейджи, как бы, а камень белый. Вот. Так что это очень хороший вопрос. То есть человеку нужно понять, кто ты такой вообще, да. Человеку нужно действительно задаваться этим вопросом. Он очень страшный, конечно. А кто я? Ну, перед смертью. Так или иначе, он, как бы, зазвучит перед смертью, да, над человеком. И очень, в этом смысле, очень интересно прислушаться к последним словам человека, вот, умирающего. Есть даже целые книжки, сборники, о том, как умирали великие. Ну, известные, не знаю, великие там, известные люди. Ну, что они последнее сказали. Вот это очень интересно такое. Самооценка прожитой жизни такой. Потому что жизнь сжимается в момент смерти, как бы, она такая маленькая становится, такая, хоть в карман положи. Ничего понятного, как бы, там, я был шут, допустим, да, там, или я был вор, там, или я всю жизнь прятался от великого призыва. То есть я чувствовал все великие силы, но я не пошел за голосом, зовущим меня, а всю жизнь был дезертиром, например. Я был дезертир, там, я был любитель комфорта. Еще нужно иметь смелость, чтобы признать это даже в момент смерти. Хотя обычно в это время не лгут, но говорят, в это время не лгут. Вот посмотрим еще, узнаем. Поэтому говорят, умирает у нее, иди послушай, что она говорит. Пару слов скажет, этих слов может хватить тебе на всю жизнь. Они очень твердые. Отец Андрей, здравствуйте. Меня зовут Елена Комарова. Тема сегодняшней передачи «Трудно быть собой». А если ты чувствуешь внутри себя благодать Божью, и тебе легко, и просто, и ты любишь эту жизнь, и ты несешь те знания, которые тебе открылись в мир, бывает ли у вас такая благодать Божья? Как вы чувствуете себя в этот период? Как я себя чувствую в этот период? Ну, вопрос как бы, да. Я, конечно, скажу, у меня хватит наглости о себе тоже поговорить. Но есть такой образ. Ключ в замке. Если человек ощущается как ключ в замке, то это, то есть нельзя Бога гневить, как бы, что еще там. Вот есть чувство потерянности. Это может быть особенно близко женщинам, потому что женщина – это же ребро. Если ребро, как бы, отдельно живущее, как бы, от человека, да. Видели ребрышки на полках магазинов? Вот, представьте, отделите себе одно ребро, киньте его, и пусть он живет отдельно. Какая-нибудь собака сразу цап-сарапает ребро и побежала кто-нибудь такой. То есть плохо быть ребром без человека. Плохо быть ключом не в замке. Плохо быть ключом, где мой замок? Ключи же сейчас сложные. Раньше были ключи такие простые. Там еще можно было на всякий случай открыть чужой замок. А сейчас ключи все сложные. Сейчас ключ только под свой замок. Там столько дырочек, зазубринок, этих пазов там всяких. То есть когда ты как ключ в замке – это счастье. Вот когда в Евангелии говорится, да, что «дам тебе ключи Царства Небесного». Вот Чистертон говорит, что, заметьте себе, что ключ – это очень сложная вещь. То есть она сложно выделанная под специальные отверстия, там, под замок, там, по размеру. Это не просто там какая-то деревяшка какая-нибудь, да, это не просто колотушка там какой-нибудь, там, камень какой-нибудь. Нет. От какого замка я ключ? Возникает вопрос, да. Если вы нашли свой замок, и вы тыкались туда, тыкались сюда, тыкались здесь, и вдруг раз, вы чувствуете, зашел, повернулся, открылась. И тебе хорошо, ты со всех сторон окружен зоной полезности. Я думаю, что полезность, как бы, она определяет, может быть, да, вот эту востребованность, такой комфорт, счастье. Потому что все несчастные люди, они чувствуют себя, как бы, то есть чувствуют, я сложный, да. Ну, кто из вас скажет, что он простой, как дверь? Никто. Каждый скажет, я сложный человек, у меня сложные, там, мысли, там, мечты, там, сочетание желаний, там, у меня в сердце, там, много противоречий. Кто меня может прочесть, как книгу? Никто. Мы сложные люди, это как ключ сложный. И сложность нашей жизни заключается в том, что наша сложность где-то нужна, но где? Где тот замок, куда я попадаю ключом? А вы нашли свое место, и вам комфортно, значит, вы достигли, как бы, вот этого, какого-то необходимого минимума земной жизни, когда, например, человек преподает, например, детям хореографию, или пение, там, или плавать их учат, там, в бассейне. И он счастливый, приходит на работу, одушевленный, там, и возится с ним в бассейне, и уходит довольный с работы домой, это его кормит и приносит ему душевную радость. Что еще можно желать? Можно, конечно, что-то желать, но на этом отрезке он совершенно счастлив. Когда ты делаешь любимое дело и получаешь за это деньги, например, да? Вот земное измерение счастья, минуя все метафизические всякие уровни, там, минуя религиозный уровень, даже если ты просто делаешь любимое дело, учишь детей рисовать и сам рисуешь вместе с ними, вот, видишь их глаза, как они, там, закусив язычок, каракуль этим маляков, и тебе весело с ними, как бы, интересно, как бы, там, все, ты видишь какие-то гениальности будущие в них, тебе за это еще платят. Это, конечно, маленькое земное счастье, вот, так что, что еще хотеть, как бы, это достаточный уровень, на котором нужно Бога благодарить, и признать нужно, что без Бога это не бывает, и нужно признать, что большинство людей не имеют такого простого, просто сформулированного счастья. Чтобы деньги получить, занимаются нелюбимым, отвратным, ненавистным делом каким-то, потому что платят. То, что я люблю, денег не приносит, то, что я не люблю, приносит деньги. Вот они ходят на работу за деньги, занимаются, закусив, цепив зубы, закусив губу, занимаются какой-то отвратной, ненавистной им деятельностью, допустим. Да, бывает же такое? Очень часто бывает. Счастливы ли они? Они, как бы, они ждут свое счастье, они работают на будущее счастье. Вот сейчас заработаю денег на нелюбимой работе, и открою магазин, и буду продавать, например, там, венчальные платья. Это будет мое счастье. Я буду, наконец, буду продавать то, что я люблю. Буду снимать мерки, буду подсказывать невестам этим фасонам. Это я не люблю это. А пока что я продаю станки машиностроительные. И ненавижу это. Но зарабатываю деньги для будущего счастья. Все люди живут в ожидании счастья и работают на него. Им кажется, что они его знают. Сейчас заработаю, и будет счастье. Как правило, счастье убегает. Оно там не живет. Но, тем не менее, вы сказали правильные вещи. Если вам хорошо, то что ж, скажем слава Богу и успокоимся. Зачем мы будем вас выводить из зоны комфорта, из того, что вам хорошо? Нет, хорошо. Раз хорошо человеку, прекрасно. Мы только рады. Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию. Наша тема сегодня – тяжело ли быть собой. Это не Богом. Богом невозможно. Собой. Тяжело ли быть собой. Отец Андрей, здравствуйте. Меня зовут Марьяна. Я психолог, мама двух мальчиков, живу в Москве. И у меня такой вопрос в продолжении темы. Чтобы ключ к замку подошел, ребенок растет, развивается, учится, воспитывается в семьях. И часто бывают такие проблемы, что родители требуют уже от самого рождения, от ребенка каких-то целей, которые сами когда-то преследовали, не реализовали. В спорте, в музыке, в разных профессиях. И здесь такая тонкая грань, где найти, к чему человек рожден, вот этот маленький ребенок, который растет, и где родительские какие-то на него виды. Есть такая интересная фраза. Она говорит, что главное несчастье современных людей, детей – это тщеславие их родителей. То есть родители тщеславные. Они проецируют свое нереализованное величие на будущее, величие своих детей, и лишают их детства. А сейчас же весь спорт помолодел. Если вы приведете 9-летнюю девочку на гимнастику, вам скажут в лицо – ха-ха-ха, дверь там. И больше ничего не скажут. Да, в том-то и дело. Потому что с трех лет нужно этого гуттаперчевого ребенка выжимать, выкручивать, чтобы он плакал, орал, хотя мама, я не хочу. Нет, надо, ты будешь великая. Ну типа за текстом читаем, я буду великая через тебя, я же мама великого человека. И давай ее там к станку на 8 часов там ножкой махать, там эту трехлетнюю кнопку. Потому что ни фигурное катание, ни балет там, ни что-нибудь еще без этого не бывает. То есть нужно издеваться над человеком с максимально раннего возраста. Если ты теннисист, как бы, ты кроме как теннис, как бы, ты больше ничего в жизни знать не будешь. Ничего. Лет до 18. Потом ты в тираж уйдешь с медалью золотой, а дальше уже как хочешь, так и живи. Это у нас было в Советском Союзе тоже. Выжимали все соки из человека. И потом сколько чемпионов поспевало, сколько их там поумирало. Потому что не нужен никому. Отдал родине свои молодые годы. Прыгнул выше всех. Хорошо, там еще повезло, стал тренером. Кому не повезло, как бы, помер лет в 30, как бы, и до свидания. Вот. Это издевать над человеком со стороны, там, профессионального спорта, спорта великих достижений, со стороны тщеславных родителей. Они лишают детей детства. Конечно, нужно предлагать ребенку различные виды деятельности. Если ты, например, вот маленького Чайковского не нужно было заставлять играть на пианино. Маленький Моцарт, папа его заставлял. Папа, конечно, Моцарта, вот именно с 3-х лет, там, 4-х лет, заставлял играть. Но Моцарт так быстро полюбил играть, что ему нужно было заставлять. От него прятали клавесин. Закрывали эти комнаты на ключ. Он сам рвался играть. Ребенок у него, когда садился на стул, у него ноги свисали, не доставали до пола, там, вот так вот. Вот. И он с закрытыми глазами играл самые сложные пьесы. Уже 5 лет. Там, все в Зальцбурге ходили на ушах. Он сам хотел. Что нужно ребенку непременно? Хоть умри. Трудолюбие в любой сфере. К труду он должен быть приучен. Но труд разнообразнейший. Это мытье посуды или копание грядок. Любой труд нужен человеку. Любовь к труду нужна, привита ребенку. Вот. Но это именно в целях выживания, а не в целях прославления. Потому что когда труд ставит зависимость от желания прославиться, вот, тогда начинается концлагерь под именем родительское тщеславие. Я считаю, что все наши дети, у которых родители могут себе позволить для них, там, не знаю, там, балет, там, те же шахматы, теннис, там, что-то еще, там, английский язык, немецкий язык, там, какой-то язык, вот, они просто рвут их на части из-за того, что они хотят прославиться через детей. Это такая специфическая печаль этих деток. Что с них потом получится? На Олимпе очень мало места. На вершине вообще помещается, как правило, один. А лезут к ней, например, сотни к этой вершине. И 99 обречены на то, что надо смириться с неудачей. Поэтому вообще во всей нашей погоне и гонке за первенством заложена такая вариативность неудачи. Нужно изначально себя готовить к неудаче тоже. Все же любят выигрывать, а проигрывать кто любит? Никто. Где вы видели, например, небитого боксера? Там, скажем, там, или хоккеиста с целыми зубами. Видели, когда они улыбаются? У них все зубы через один у всех. Им там 7 лет по 25. Они улыбаются, у них все зубы выбиты. Говорит, вставлять будут только, когда уйдут из спорта. Только вставишь, опять выбьют. Ну, раз ты хоккеист, значит, будешь без зубов. Раз ты боксер, значит, будешь битый. Хотя бы раз в жизни, но будешь битый. Надо закладывать в человеке неизбежность проигрышей и терпеливое перенесение проигрышей. Потому что велик тот, кто пережил проигрыш и не сломался. Не тот велик, который полез наверх и выше всех залез. Тот велик, который сверху упал и с ума не сошел после этого. Величие проигрыша никто не закладывает в сознание людей. А плохо, что нет небитых людей. Все люди несчастны. Терпеть неудачу, поражение. Стать на второе место. Вот то, чего надо учить людей. Здравствуйте, это Андрей. Меня зовут Ян, мне 25 лет. У меня такой вопрос. Часто бывает такая ситуация, что в обществе, допустим, в семье или же в компании друзей хочется вставить, допустим, какую-нибудь ремарку или поправить, ну, сказав, друзья, это грех, зачем об этом говорить. Не читать мораль, но упомянуть как-то о Боге. Но тебе говорят, что ты старый дед, грубо говоря, и как правильно донести информацию, чтобы она не была воспринята в штыки. Вот реальная в жизни ситуация, что подруге одной сказал, ну, муж и жена это одно целое, а она так восприняла информацию, что ты меня, мол, назвал ребром. Как правильно подать информацию, садиться с собой? Мне кажется, что нужно использовать для донесения правильных мыслей лексику человека, стоящего перед тобой. То есть, например, пацаны твоего возраста, ну, уже мужички такие, молодые ребята, говорят, там, Ян, деньги есть? Ты говоришь, там, ну, что-то копошиться там в кармане, там. Завтра на работу? Говорит, нет, сегодня же пятница, завтра все в порядке. Давай это самое, в стрип-бар на ночь завьемся. А ты говоришь, что, допустим, там, ребята, это грешно. Ну, вы слышите реакцию, да? Внимание, ты говоришь, чуваки, это гнусно. То же самое, но сразу другая реакция. Вы слышите вообще, да, понимаете, в чем я говорю? Когда вот там эти чистоплюи всякие говорят, зачем вы ругаетесь? А как ты поймешь иначе? Если я скажу возлюбленные, это противоречит заповедям. Они скажут, ну, шизик, ну, что с него возьмешь? Кто его будет слушать? Его так и не слушает никто. Говорю, эй, вы, дятлы, это гнусь, это гнусь проклятая. Вы чего? Да и там, может быть, невеста твоя пляшет, там, или сестра твоего друга. А вдруг ты на ней женишь, потом полюбишь ее на улице, например. Встретишься, познакомишься, потом оказывается, что она там будет работать. Ты ее уже поделил там со сотней мужиков до того, кто ее полюбил. Ты у нее уже Боинг, ты 767-й там у нее, понимаешь? Вот и когда ты вдруг свой праведный гнев насыщаешь вот этой вот лексикой современных идиотов, идиоты начинают трезветь. Поэтому, слышите, вы, я вам говорю, вы не спрашивайте, почему мы ругаемся, почему мы такие слова употребляем там, эй, чувак, там, тар-дар-дар, а как понять идиоту современному, что он идиот? Сказать ему, чувак, это гнусно. И они тоже поймут. Если перед вами профессор в физике, можете сказать ему, там, господи, профессор, это нехорошо. Но если перед вами какой-то малолетка, например, вот этот развратный щенок, а ты такой же щенок, как бы, только неразвратный, как бы, по возу. Ты ему говоришь, слышишь, чувак, я в эти мансы не играю. У меня был хороший папа. У меня устал хороший отец. Вот, и я на всех этих девок смотрю на возможных невест чьих-то, на чьих-то матерей. Понимаешь? Или, например, ты ему говоришь, там, я вообще-то деньги зарабатываю, и не так легко, чтобы тратить их на шлюх. Тоже хороший ответ. Грубый, жесткий и работающий. Все. Ты сказал те же слова, только жестко, в той же хамской манере, в которой разговаривают все люди сегодня. Тебя поняли. Поэтому не будьте пушистыми тряпками. Пушистой тряпкой христианин быть сегодня не может. Он должен быть в меру агрессивен, в меру адекватен, в меру силен, в меру нагл, там, где нужно. И все поймут, что вы нормальные люди. Понимаете? Если передо мной будет рафинированный интеллектуал, конечно, скажите ему, что ему модальность подобных поведений, как бы не коррелирует с нравственным законом, о котором говорил Кант в критике чистого разума. То есть можно так сказать, как бы, да. Но, как правило, вся эта нечисть, как бы, она говорит бесовским языком. Скажи ему так, чтобы он понял. И все. Все поняли, что ты нормальный парень, что ты не ботаник, как бы, там, и не тряпка, как бы. У тебя есть аргументация. Ты сказал все по полкам. Вот как надо разговаривать сегодня с молодежью, по крайней мере. А те, которые слюнки пускают, там, ах, ох, там, а давайте будем бороться за чистоту русского языка, там, ну да, а давайте... Читайте им Бунина на здоровье, как бы, они вас поймут. Боритесь за русский язык. Читайте хорошие книги. Читайте Пастернака и Ахматову, там, читайте, значит, Дмитрия Лихачева. На здоровье нужно все прочесть. Но разговаривайте с людьми адекватно. Мы в церкви не можем, как бы, найти коммуникации с людьми. Потому что выходят сюсюкать. Вышли и сюсюкают. Понимаете, братья и сестры, вот Аще, Уба, Пане же, там, значит, благоволиться изволил, там, все такие, все... Да, да, все, вы... Говорит, прекрасно, да. Все было очень прекрасно, да. А жизнь вообще в свои стороны идет, вообще в разные стороны. И вообще не туда, куда сказали. У нас же жизнь неисправленная у всех. Все же гордые, как дьявол. И деньги любят, как бы, развратники все. И не любят никто никого, и молиться не хотят. И рот у всех черный. Сплетни, пересуды. С утра до вечера. Зависть сплошная, радость о чужом несчастье. Все, вы что вообще думаете, что вы святые? Что-ли? Ну, копытами весь пол поцарапали. Они сразу поймутся, пообижаются, поуходят. Потом вернутся, между прочим. Вернутся потом, потому что они поймут, что здесь тебя любят. Ругает только тот, кто любит. Не любя ругать невозможно. Если я вас не люблю, плевал я на вас. Я вообще с вами разговаривать не буду. Я говорю, здрасте, здрасте, и пройду мимо. И все. Так и делают все кругом. А если я говорю, стой, 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 стой. Так не делай. Говорит, а почему? А кто сказал? Где написано? Я тебе сейчас расскажу. Ну, садись, я тебе расскажу. И начинается борьба. За что? За его душу. Так это значит, мне не наплевать. Вот и все. Он какой-то грубый какой-то. Он какой-то грубый. А ни грубого ты не поймешь. Слушать не будешь ни грубого. Вот вам и секрет. Я читал про дно католического паттера. Он в тюрьме сидел за веру. Причем сказал важные слова. Какой-то кагибист на допросе ему говорит. Ну что, ты действительно веришь в этого Иисуса Христа? Он говорит, я вам скажу так, товарищ офицер. Если бы я не верил в Иисуса Христа, я был бы наркоманом. Он говорит, жить в этом мире невозможно. Но я верю в Иисуса Христа. Да, я верю в Иисуса Христа. Поэтому я живу. Хорошие слова сказал человек. И потом, когда началась перестройка, и народ ломанулся в церкви, организованный толпой. Он однажды пришел, говорит, а, в церковь пришли? Типа, мол, гонений больше нет, уже можно не бояться. Поприходили все. Он взял жменю монет. И пол, в костелах, как правило, мраморный, коврами не закрытый. Какой-нибудь каменный такой. И прям так бас. Он говорит, дзинь, 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 эти монеты поскакали. Говорит, вот ваш бог. Вы к богу пришли? А, о, вот ваш бог. Кроме денег вы ничего не любите. Вот ваш бог, собирайте. Что сделали все? Обиделись. Ну, конечно, все обиделись. А на самом-то деле? Это были правильные слова. Можно сыпать монетами о пол в каждом храме. Потому что ни о чем, кроме денег, никто не думает. Найдите того, кто не за деньги. И прилепитесь к нему. И слушайте его, как маму родную. Потому что он для вас дороже, чем все люди на свете. И спасете душу свою. И никаких сюсю. Хватит сюсю. Мы своим сюсю профукали всю Великую Русь. Да сюсюкались. Говорите правду, если можете. Не можете, молчите. Но не сюсюкайте. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Валерия. Вот я, например, считаю, что сквернословие — это грех. Когда я попадаю в общество, для которого это уже норма, мне трудно быть собой. То есть многие считают, что чтобы иметь друзей, чтобы тебя понимали, тебе нужно как бы уподобляться обществу, становиться на его уровень. И вот как вот здесь не потерять грань того, чтобы тебя понимали, грань общения и все-таки оставаться собой? Да, милая, я тоже считаю, что сквернословие — это грех. И не стоит матюкаться за компанию, мыслить этими фаллическими символами и терминами. Потому что вообще матрия, мы когда-то говорили об этом, я еще раз повторю, что на древних иконах бесы изображились двухголовыми. И одна голова у них на плечах и шеи растет, как у людей сегодня, а вторая голова находится в области паха или таза. Это означает, что их умная энергия обращена в область паховую или тазовую. И когда они разговаривают, как бы голова и таз, голова и пах у них меняются местами при этом, и у них как бы лезет как бы изо рта вот это все то, что обычно лезет из человека в области таза или паха. То есть у них извергают из себя телесный низ. Об этом, кстати, и Бахтин пишет, там у него есть работа о культуре Средневековья, такой Михаил Бахтин, рекомендую. Очень серьезное исследование о смеховой культуре Средневековья. Он анализирует роман Франсуа Рабле «Гаргадюа и Пантегруэль», и там как раз много об этом пишут. Это потрясающая работа вообще на самом деле. Но там об этом телесный низ, как бы находящийся в голове. Это есть мат. Поэтому, конечно, я тоже против этого, да. Исходя из условий адекватности, это не задача девушки мат их дуть в компании ребят или девчат. Задача девушки быть в рамках естества и в рамках природной стыдливости. Потому что в женщину вложена некая избыточная природная стыдливость. Это божье дело. Она должна быть стыдлива больше, чем мужчина. И в речах, и в поведении, и в одежде, и впрочем. Одним из признаков страшного суда является потеря женщины стыда. Три шестерки в этом отношении вообще никого не интересуют. Говорит, Златоуст говорит, что если женщина начнет искать мужчину с жадной, страстной настырностью, так как, в принципе, обычно мужчина ищет женщину. Он добивается ее, он окружает ее ухаживанием, он хочет ее добиться. Тогда если женщина не поменяется ролями, если мужик будет как бы холодно безразличен, а женщина будет жадно искать его, это один из главных признаков страшного суда, ближайшего. То есть скоро конец света. Вот именно поэтому. Потому что это будет означать, что женщина переступила через природу, растоптала врожденный в нее избыточный стыд и стала язовелью. То есть она была рахиль кроткая, а стала язовель. Такая развратная, жадная, обычно и кровожадная. То есть там где жадность, там и кровожадность, там где разврат, там тоже кровь. Оно все вместе. То есть все развратники жестоки. Это замечено очень давно. Развратники очень жестоки. И все жестокие люди развратны. Это очень связанные вещи. У насилия сексуальная природа. Развратник обязательно жесток, он не милосерден. У развратника нет милосердия. Он жесток и изощрен. Поэтому женщине нужно находиться в рамках естества, быть в природном своем качестве, иметь стыд и не стесняться своего стыда. Но мы говорим про какие-то исключительные вещи. Когда мужик с мужиком говорит, то нужно понимать, что он поймет только так. И пусть это будет далеке от женских ушей, от девичьих ушей. Так что это не ваше дело. Ваше дело быть девушкой. Или молодой женщиной, или невестой чьей-то, или замужней женой. И ваше дело, наоборот, в ареале своего присутствия делать невозможным абсцентную лексику. Это задача девушек. Делать абсцентную лексику невозможной в рамках своего присутствия. Пацаны начинают матюкаться при девушках, и девушки обязаны сказать, ребята, подождите, мы же здесь. Вы что? Не надо. То есть мы знаем русский язык, мы знаем его грязную сторону, мы все это понимаем. Мы понимаем, о чем вы говорите. Но вы не должны. Это, понимаете, это эксбицианизм. Знакомо такое слово? Это выпячивание, так сказать, половой темы наружу, только в словесном виде. Это куча разных грехов и комплексов, проявленных через слово. Словесные совокупления, словесные эксбицианизмы. И девушка вправе сказать, ребята, ну не при нас. Не при нас. Ну, без ханжества, без всякого лишнего. Ну, слушайте, ну, мы же девушки, мы же женщины. Вы же мужчины, что же вы? Ведете себя, как эти сына. То есть это в рамках ответственности девушки сказать такое парню. И парню будет стыдно. То есть парню не стыдно, пока ему не сделали замечаний. Парни вообще довольно стыдливые ребята. Всем парням понятно, что они грешат. До тех пор, пока им не сделали замечания, они делают грех свой, как бы, с оглядкой, как бы, а что, можно, да? И так можно. Когда он скажет, эй, ты что? Ой, я не знал, простите. Первая реакция будет сразу на окна. И девушка может уцеломудрить парня. Говорит, давайте разговаривать, как бы, нормально. Ну, по крайней мере, вы всем это не можете навязать, но если вы со своим молодым человеком будете общаться, и он будет сами идти и рассказывать, значит, про свои великие житейские подвиги, там, мать-перемать, туда-сюда, то вы в полном праве, говорит, слушай, разговаривай с тобой по-русски, пожалуйста. Я не зечка. Значит, такой, ты морячка, я моряк, такой, знаешь, такой, там, ты рыбачка. Я не морячка и не зечка, как бы, значит, такой, я в лагерях не сидела, как бы, мне не надо, мне, пожалуйста, по-русски. Как доцент говорил, да? Теперь то же самое по-русски. Говорит, это-то Либабаевич, нехороший человек, там, нас всех сдаст. Вот так оно и звучит, как бы, да. Девушка обязана это сделать с парнем. Говорит, так матюкайся на футбольном поле со своими друзьями, в лучшем случае, но не при мне. Вы имеете право на это, вы обязаны это сделать. У нас вообще разговор был про это, трудно ли быть собой, если вы забыли, да, но мы вышли на очень серьезную тему, но мы ее оставим, конечно, пока что в стороне, потому что нужно о другом поговорить. Друзья мои, давайте про себя, опять-таки, про самопознание. Здравствуйте, я сейчас Андрей, меня зовут Ольга, мне 38 лет. У меня такой вопрос, вот как бы, возвращаясь к началу нашей беседы. Если ты думал, что ты белый и пушистый, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты... Не очень. Не очень, глубоко не очень. Вот что с этим делать, как с этим жить? Да, спасибо, хорошо, вы сказали, да. Вы знаете, что надо иметь терпение к самого себе, то есть нужно терпеть себя самого. То есть дело в том, что у нас, нам задан некий идеальный план бытия. То есть, например, человек может страдать от того, что он придумал себе какую-то вершину, да, но не достиг ее. Например, я хотел быть чемпионом по боксу, например, но меня как бы, значит, избили до полусмерти в одном из боев, как бы, и я никогда им уже не стану, уже на ринг не выйду. И я буду всю жизнь страдать от того, что я не стал чемпионом. Но это та вершина, которую я себе сам придумал. А у нас, у всех, у христиан, есть идеальный средств бытия. Мы знаем, каким должен быть человек. У нас есть понятие об идеальном человеке. Это Иисус Христос. Это Богородица. То есть Иисус Христос имеет в себе и смелость, но не имеет наглости, и щедрость, безжадность, и терпение, и трудолюбие, и простоту без затюканности, и кротость, без комплексов. В нем все красиво, все гармонично. И этот план бытия идеально нам дан. И мы, совершая самоанализ, всю жизнь находим разницу большую между тем, каким я есть и каким я должен быть. Это источник неведомых миру страданий. У христианина всегда есть свой личный источник страданий, внутренних, нравственных страданий, от того, что он всегда чувствует разницу между тем, каким я должен быть и каким я есть. Это страдание сохранится с нами до смерти. Оно будет только разжиматься или сжиматься, оно будет двигаться. Больше-меньше. Мы добровольно идем на страдания. То есть христианин, желающий быть христианином, он добровольно соглашается страдать. В том числе от внутреннего несовершенства. И в этом случае, чтобы это не было мучением от уязвленной гордыни, что есть разница, когда ты мучаешься от защемленной гордыни, и когда ты мучаешься от того, что ты хуже, чем должен быть. Значит, нужно терпеть себя самого. Нужно себя... Мы же терпим окружающих людей. Заставляем себя терпеть. На работе, по соседству, мы заставляем. В родне. Да, это мой родственник, он такой, он другим не будет. Я терплю его, да. И себя тоже нужно терпеть. Мы себе, например, склонны все прощать. Правда? Мы найдем сюда оправдание, объяснение, почему мы сделали так, а не иначе. И мы себе в конце концов, ну ладно, ну случилось, ну ладно, ну бывает. Вот так все стеклось, там как бы и звезды помогли, там и люди помогли, и все. Вот точно так же нужно искать оправдание окружающим. Раз ты себя прощаешь, окружающий тоже прощай. Но раз ты терпишь окружающих, ну терпим, мы терпим, мы вообще всю жизнь терпим что-то. Терпи себя самого. И христианин должен всю жизнь себя терпеть от того, что он не соответствует высокому призванию и идеалу, которым он предназначен. Это наша тайная боль. У кого человеческое сердце, у того есть дополнительные страдания. Поэтому христианство пришло в мир не для комфорта, а для облагораживающего страдания. Человек благородно страдает от внутренних разных вещей, которые бегемотам непонятны. У бегемота нету талии, он не умеет танцевать. Понимаете? Так что мы с вами обрезанные люди, обрезанные духовно, как Еремия писал. Обрежьте сердце ваше. И как другие, не раздирайте одежд ваших, раздерите сердца ваше. То есть у нас разодранные сердца. Христианин – это человек с разодранным сердцем. Да. Оно разодрано собственными страданиями и страданиями мира. То есть даже если бы у нас было все хорошо, комфортно внутри, мы бы не нашли себе покоя, потому что мы знаем, что там есть измена, там есть голод, там есть предательство, там нет проповеди, там нет молитвы, там есть нарушение заповедей, там воровство, там коррупция, там бедность брошенная, там старость неухоженная. Нам будет плохо всю жизнь в жизни, потому что мы будем знать, что мы живем внутри раны. Мы копошимся внутри одной большой раны. Этой ране имя – мир. Плюс у нас внутри не все хорошо, и мы тоже будем мучиться. Господь нас призвал к себе для того, чтобы мы мучились вместе с ним, потому что он страдает за мир, и мы страдаем за мир. Вот так что не ждите себе комфорта и покоя. То есть христианство – это не успокоительные таблетки. Это высокое страдание. Так мне кажется. Я, может, ошибаюсь, пусть другие скажут по-другому, но я вижу это так. Так что вот потерпите себя саму. Я хочу быть лучше. Вот одна эта фраза, она дорогого стоит. Я хочу быть лучше. Я не знаю, получится ли, но я хочу быть лучше. Это много искупает. Мне кажется, в глазах Бога это много искупает. Ехали два человека. А где-то, по-моему, у Шалам Алейхимов, в Тывье Молочнике есть такое. Тывье Молочник все время жалуется, что у него много работы, нет времени почитать Тору. Там какой-то мужик сидит рядом с ним, говорит, эй, жизнь такая, но я никогда не могу почитать Тору, помолиться Богу. Как-то такая суета, суета, суета. Как ты думаешь? Говорит, вот так, подумаю, сейчас почитаю Тору. Потом, ах, опять не успел, только не почитал, ложусь спать. Говорит, как ты думаешь, Бог сильно на меня гневается? Говорит, если бы я был Богом, твое, эх, мне бы хватило. Понимаете? То есть, да, 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 это оно и есть. То есть, вот это вечное, эх. Вот, может быть, Бог это принимает лучше, чем лакодильный дым. Такой, ну, я хотел. Ай, ладно, давай еще пробуй. Пробуй еще, понимаете? Так мы и живем. То есть, мы всю жизнь будем здесь бороться. Потом уже упокоит нас Господь, и будем уже отдыхать. Как там у Чехова пишется? Мы заживем, заживем, мы видим небо в алмазах, все будет хорошо, хорошо. У нас это там, у Чехова здесь, а у нас там. Вот. Так что, мучитесь, мучитесь. Раз вы веры, раз душа есть, она должна болеть. Раз не болит, значит, ее нету, значит, у тебя душа свиньи. У свиньи душа не болит. Пока вокруг все хорошо, вот голодная свинья, конечно, ужасно. Голодную свинью боятся волки. Голодная свинья может съесть хозяина. Две-три голодных свиньи загрызают насмерть любого волка. Я не шучу. А пока со свиньей все в порядке, как бы там, пожрать и все такое, свинья очень счастливое существо. Человек не имеет права быть таким. Он должен быть даже в сытости несчастным, потому что у него есть совесть. А совесть болит. И душа у него есть, душа болеть должна. Душа обязана трудиться день и ночь, день и ночь. Да? Стихи там у Заболоцкого такие есть. Ну ладно, время вышло. Мы заканчиваем нашу передачу про больную душу, про то, как трудно быть собой, познать себя и всякое такое. Я думаю, что вы, люди Божьи, тоже что-нибудь услышали интересное для себя. Для этого, собственно, мы пока что и трудимся, и движемся, и живем. Храни вас Бог, любите Бога и кайтесь перед лицом Его. Собственно, в этом все для человека. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok